Евангелие от Марфея, 10 глава, 16 по 17 стих. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Эти слова, они по-славянски так же звучат. Как же их сегодня люди понимают? Две тысячи лет, это не два дня. Притом, христианство исповедует сегодня более одного миллиарда людей. И все люди услышали вот это слово. Я, это вечный Христос, ничего толковать не надо, вчера, сегодня, вовеки тоже. Посылаю от себя вперед, по сторонам. Вадь! И как овец. Мы надеемся, мы надеемся. Волксами. И ничего хорошего впереди не предвидятся. Одни волки. Волки. Павел говорит, мы страдаем от лжебратьевне, а лжебратьевнутри, и особенно хищные волки здесь. Волки, просто, которые уходят, волки, они пройдут, и бывает ничего не трогнут. Он наелся и ушел. А вот бывают волки бешеные, и с ними страшно встречаться. Укусиво смертелен, корову, если укусило, корова должна быть уничтожена. Лютые, бешеные волки. И такими волками только один раз в Писании названы были некоторые люди, которые восстанут из епископов, из священников. И это мы считали сегодня, 20 мая 2007 года, как деяние апостола. Павел прощается, я был с вами столько-то лет, я непрерывно проповедовал, еще говорит о радости, которую вы будете иметь, о скорби. И в ангельское чтение об этом говорит, Господь говорит, слово мое, и вы приняли его, и радость ваша будет совершенная от этого слова. И вот некоторые слова, это будут извращать, превращать, в другое дело. А мы как раз сегодня стоим на этой точке, когда нужно знать, а кто у нас будет пастырь. Люди-то священников совсем ведь не знают. И они боятся подать. И у священников главная задача отделиться великой стеной от народа, чтобы никто не подходил. Иначе они увидят, что они такие. А я был у священника, помогал, узнал, они там гуляют, посты не соблюдают, ну и прочее. И я потерял, и я ушла. Я слышал не один раз. А чтобы быть сепископом вместе, я уж не люблю обедать, а по душам поговорить, никто и не знает. Ну приближенные которые. А ведь нам-то Бог дал такое счастье. С нами наш священник. В любое время приходим, беседы, мало ли еще, нахамят нашему священнику. И не однажды. Доходило до того, что передо мной плевали там. Грубости всякие говорят. Это ведь бесследно не проходит. У Бога пишется памятная книга. Если говорится, что нас, кто касается верующих, Господь Бог говорит, Денис и Охо моего касается, то что будет, когда ты безобразно ведешь себя со священником. Притом он причины, повода не дал никакого. И ты это не понимаешь. Даже находясь вот здесь, потеряешь ты 16 лет. Ты что видел, священник где-то валяется, изменяет жене, ворует, живет не на свой достаток. Кто сегодня может сказать те слова, которые мы слышали? Павел говорит, руки мои сии, показал мазонистые руки. Они послужили мне. Я золото, серебро не пожелал ни от кого. Ведь сегодня такие контрибуции накладывают епископы на священников, священники на Пасху. Без денег-то ничего не сделаешь. Машина осветит 1-2% от стоимости машины. Додуматься надо. Уж патриарх вступился. Безумие полное. Похоронить за деньги, везде за деньги. А не десятину-то, которую Бог заповедил брать. Десятый счастье дохода. Не бедусь священник, а что я с десятиной буду делать? Каждый день. Доход-то, церковь-то, от неверующих людей-то. Люди из мира, которые бабки приходят, много ли их там. Главное-то люди неверующие. Отпевать весь город идет. Это как государственный морг. Все туда идут. Бизнесмены все осветить, офисы. А ведь офис осветить не два рубля ему дадут. Учреждения, где здесь годы что-то жертвуют. Речь идет о миллиардном достоянии церкви. Это коммерческая, глубоко ошелонированная организация. А Павел говорит, я ни от кого ничего не пожелал, мы сегодня слышали. И посылаю я вас, как овец среди волков. Ну, каждый не может исследовать, но я вам скажу. У меня есть возможность такая сегодня, компьютерная техника. Как узнать правильно об обществе? Спроси человека. И он говорит, ну, что ж не знать-то. Породистые есть, романовская порода, она, там, и гнята хорошие кучеря, другие, мясная порода. Ну, специально от всего стоит такая наука. А ведь он ничего не скажет о том, что Христос говорил. Смысл-то знания овцы перед себе. Вы овцы. Овца это самое глупое животное. Я пастух. С детства, с пятилетия я пад. Я соглашался пасти телят, жеребят, лошадей, но только не овещат. Глупейшее животное. Кто так глуп, как мой раб, Господь говорит. Овцы глупые в загоне. Овца ничего не понимает, она только по подражанию. Из загона выгоняет и палку поставит. Первый отца перепрыгнул. Ты ушел, а их еще полторы тысячи все на этом месте перепрыгивают, а ничего нету. Они будут прыгать. Казайский, козел, пошел через стоп, он пролез, он остальные все лезут, там и травы нет, но тот перелез, и я туда лезу. Вот так рождается секта глупых обед. Пастырь нужен не подгонять к топким местам. Всего ничего. Один раз встретился с сектантами, где-то на стадионе, послушал, в день телеса и говисты говорят, зараза впала душу, среди хорошего яд проник. Мало ли, что слушают радио, религиозы, трансмировое радио, много что есть, я все это слушаю, но ты во всем должен увидеть сектантский дух. Если ты не понимаешь, я оценил истинное пастырство. Ты его не знаешь. Без истинного пастыря не спастись. Многие придут под именем Господь, говорит Бог, и будут, я здесь, я там, не ходите, не гоняйтесь. Нам сегодня бегать не надо. У нас лозгут есть. Пророк говорит, ваша сила сидеть спокойно. И мы должны сейчас сидеть. Мы только устремимся на благодарность Богу. Господи, мы славим имя Твое Святое. Сколько лет с нами был наш пастырь? Он нигде против Слова Божия не шел. Он не против Слова Божия, которое, смотрите, у нас Библия лежит на аналоге и воскресший Христос, в воскресенье икона, икона празднику. Вы найдете, в каком храме? За тысячу лет, я скажу, за тысячу лет в православии, чтобы на русском языке Библия лежала на аналоге. Одного это вам ничего не говорит, разве одно это? А Господь-то нам прямо на тебя посылает, как овец среди волков. Овец. Так слово «обца», ты хочешь узнать, что оно означает? Правильно. По Библии. Нужно прочитать 238 мест. Вот тогда ты будешь знать об овце. Что такое овечка? То, что Бог заложил в это слово. У овцы очень вкусное мясо. Шкурку с нее берут. И далее, говорит, вы питали стуком, жиром овец моих. Вы шерстку стригли, а овец моих не послит, а пророк говорит. Бог всегда, с первого раза, как только сотворил овцу, и назвал ее чистой. У нее раздвоенная копыта, глубокий разрез, и жвачка. Это тоже смысл имеет. Ее жертву приносили. И наш Господь Христос назван агнцем. И как овца ведет, он был на заколение. И в этом вот вопросы, и все разбирают. А дальше что? Я место надо сохранять, Господи. Аван говорит, скончилось. До этого я, Аван, залетился. А теперь сами заботьтесь, идите. Я посылаю вас. Ну, куда не посылают? Посылают ребенка, а ребенка нет. Сегодня, как эпидемия в России, теряются дети Максвелла. Газеты переполнены буквально, насилуют трехлетних девочек. Я уеду, у меня дети будут, с тобой детей, и ты уедешь. Почему? Пес возвращается на свою блевотину. Тебе не удержать их. Идет насилие в школах. Тринадцатилетние насильники, двенадцатилетние, десятилетние развратные. Ты бы радовался, если не обшепшая деревца. Здесь учителя верующие. Ты найди мне еще такую школу в России, государственную, где бы все учителя были верующие. Ну, вы не назови мне учат. Вы не срамы, ты не назови где. И ты это не оценил? Здесь на каждом шагу приходится удерживать детей. Смотрят за порядком, за внешней дисциплиной, об отношении к родителям. Мы все это разбираем. И ты это не оценил никак. Поехал за богатством. Да главное богатство – дети твои. Ты по одно скажи, ради детей я никуда не тронусь. Да ради детей я что угодно сделаю, чтобы сохранить их. В любой нации дети – это все. Дети – это будущее. Сегодня ищут национальную идею, которая объединила бодрских людей. Помогла бы России встать. С 75-го места по медицинскому обслуживанию выйти бы хотя бы на 30-е. Вот 13-ка неделя еще находится. Я нашел национальную идею. Я начальник детского лагеря 35 лет. Его основатель. И сказал, дети, воспитанные во Христе. Четыре слова. С предлогом. Дети, воспитанные во Христе. Воспитает во Христе. Ты в нем воспитаешь воина Христова. Христова. Священника Христова. Мужина в семье Христова. Отца Христова. Ты слово «Христос» повторяй на каждом ходу. Не «спаси Бог» говори, не «спаси Бог» даже, а «спаси Христос». Имя Христа целительно. Оно направляет взор к небу. Это наш пастор. И Павел говорит, в мире есть одни лютые волки, и они восстанут среди вас. А собрал он кого? Собрал священников-архиереев. И будут говорить превратно. И вот это слово «превратно» расшифровал Серафим Саровский. Три дня, три ночи молился, и молился об одном. Господи! Ну что же с нашими священниками? Каково их учить будет дальше-то? В революции тянутся. Ведь главное-то руководители этой страны-то. А заканчивали семинарию, как Микоян, Сталин. Тут не кончило немного. И Бог ответил на третий день ему. Не пощажу и не помилую. А он молился об архиереях и священниках. За что? Я сам один из них. За то, что вымыслами заменили слово моё. Причина-то в одном. Возникновение всех, какие существуют, в одном. Люди не знали слово «можешь». Да куда же идти, когда всё хорошо, и ты один из этих овец? И ты знаешь, что такое послать? Правильно, послать. Послала ребёнка, а его нет. Приняешь, вот сейчас нашли ребёнка. Вот горно молкаешься, пишут, где забитая девушка в трубу? Восемь лет, девять лет. Сразу находят в кладбище всех с рабынь. Воруют на определённые услуги. Двадцать восемь трупов. Я спрашиваю милиции. Да, двадцать восемь это везде. Он смеётся, говорит, двадцать восемь. У нас, ты почти, это пропажа пятьдесят тысяч. Тысяч? Это умножить ещё в разыграть надо. У нас более миллиона беспризорных детей. Причина. Остались без креста, а мужцы бродят. Вопросы, которые не решаются на этих соборах. Объединение что даст? Ну кто? Там Нью-Йорк, у них то же самое. Мир похищает людей. Мир хлынул в церковь. А я этих слов не знаю, такого нет. Написано, дружба с миром и с вражда против Бога. Погасите свои телевизоры. Не ловите тридцать две программы. Я уже много раз говорил, начинайте день со Слова Божия, с молитвы. Вставайте, рано детей поднимайте. Ребёнку спать надо, пусть потом ляжет. Не давайте им играть в компьютерные игры. Вы растите сумасшедших, бесноватых. Это будет обуза государству. Вам смертельная угроза в своей семье будет. Дети убивают родителей, потому что они не во Христе. Читайте по печати, официальную прессу. И вот чтобы узнать, что такое послать, в Библии нужно прочитать 848 мест. Я до одного места знаю, по которому их техника помогла. И каждый раз везде говорится, посланищество может быть от Бога, а я от дьявола. А вот надо, чтобы дети наши учились. Мир поглощает. Вот пошлете в институт, а он неверующий будет. А вот у адвентистов так вопрос и стоит. Ни один адвент с года советской власти, школьник, не ходил в школу. А вы понимаете, что такое советская власть? Это тоталитарный режим. С моим братом служил адвентист. Прекрасные люди, работники хорошие. А начальство, если бы умные-то были, до власти-то была, как и в Китае, то они бы развивались. И может быть даже при том режиме. Они не понимали, они были глупые-глупые бараны. Они его наставляют в субботу работать. Он в субботнику не знает. Он говорит, я буду всю неделю работать, а нам не надо неделю, ты в субботу работаешь. Он из Голдпласта не вылазит. Он сидит и сидит. Так как служил. Государство это выгодно. Ну разве, он на председании буду работать? Но оставьте мне субботу. Он так понимает. Это его право. Он сделал выбор в этой секте. Ты его не можешь уважать. Он неправильный выбор сделал. Но он человек. Он избрал его перед Богом. Ты с ним в петербе докажешь, что та суббота, которую он исполняет, она указывана на воскресение Христово. Ты этого тут не можешь сказать. Не можешь. Попыть спрятанность у людей. Они отгородились. Жизнью богатую. Любой у них сможет любую иномарку купить в течение полгода. Ставят священники 17-летних, когда правило гласит не раньше 30 лет. Он недействительный будет. Кто нарушает? Архиереи, лютые, волки, нещадящие стады. И нам объединяться? В день Пятидесятницы, когда апостолы заговорили на разных языках, то те, которые услышали, говорят, а кто сие говорящие? Они не знаю языка, не знаю. А вдруг заговорили на всех языках, крестьяне, пелестимляне, на римском языке. Ни одного дня не учили. Бог духом святым дал. Кто сие говорящие? А сегодня, если бы кто-то зашел в храм православных, тогда было кто сие молчащие? Мы не говорящие. Мы сегодня должны молиться о том, чтобы у нас был архипастер, который не отрубит нам языки. Потому что наши люди идут по городу, свидетельствуют везде. У них будет главное покушение на нас. Нам уже сказали, сейчас вот в день объединения ходили люди. И они говорят, ну это мы объединились, это зарубежная церковь. Но у нас еще есть крестово-движенская община. Они ее вычленяют. Далее называют мои фамилии. А еще и книги есть. Книги выйдут на первое место, наши книги. У нас 26 книг, которые вышли от нас, которые без цензуры вышли, кроме моей совести и Бога. Без цензуры, которая все уничтожает. И сегодня нам Господь говорит так, я посылаю вас среди волков. Значит, куда бы ты ни пошел, в первую очередь ты должен видеть волков. Так что, корсер подозрите их, корсер. Это Божья заповедь. Матфея 10,17. Отстерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. Христос говорит, кого отстерегайтесь? Отстерегайтесь пастырами. Они будут лютыми волками, лютыми, то есть бешеными, подлежащими от стрелу. Будут говорить, то есть они грамотные, они академии духовные окончаются. Говорить будут привратно, чтобы увлечь за собой, чтобы деньги ваши были. Сегодня московская патриархия имеет особый патент на беспочтную торговлю патриархами, табачными и водочными изделиями. Уже 10 лет торгуют. Уже миллиардное состояние. Нас туда тянут. Мы можем там работать. И мы будем, как мы договорились, истиннот, и нести свет Евангелия. Быть истинным и волстным. Да когда отца тебя съедят, Господь говорит, и не превозмогут вас. Я дам такую силу вам, Бог. Они ничего не смогут сделать. А почему? Да как написано, они только в волке. Они и львы бывают. Бывают. А сколько людей, палачей, обратилось через проповедь Евангелия. Нам Писание говорит, был один человек, ненасытимый кровью человеческой. Он убивал тысячи людей. Мало того, все время, когда шел референдум, оставит живых, нет. Он истребит всех в деревне. В одном месте истребил, не хватает сил. Выпросил документы, пошел в другом городе христиан. Я пойду там убивать. И вы знаете, что с ним было. Дорога сияла в свет. Теперь Христос явился. Он пал. И сделал это самым великим апостолом. У нас в Новом Зарете 27 книг. Из них 14 принадлежит этому гонителю. Он говорит, я не достоин называться. Я гнал в церковь Божию, не достоин апостолом быть. Вот что мы должны делать. Мы должны свидетельствовать миру. Идти. Показать Христа. А если мы живем не по-христиански, будем позором для Христа. Евангелист Иоанн 10, 12 говорит так. А наемник и пастырь, в котором волосы не свои. Он их не приобретал, не заботился. Он видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. И волк расчищает овец. И кричит не о волках идет, а о людях. Этот волк может быть отец, который на молитву детей не поднимает. Это может мать, которая детей не приучила к Слову Божию. Из Икииля 22, 27. Речь шла о Бога избранном народе. На земле 2896 наций. Если не знаете, возьмите себе. Восема. И Бога избранный народ только один был. Израиль. Евреи. А почему евреи? Почему эти жители проклятые всю страну нашу ограбили сегодня? Слово Божие, говорит, Бог избрал их. Не для того, чтобы грабили, а для того, чтобы показали пример и сохранили Слово Его. А для того и грабят нас, потому что мы должны им деньги давать добровольно за Слово, а мы не даем, поэтому они нас грабят. Я нашел ответ. Апостолы имели только одно поручение, чтобы мы поняли об евреях, собирали деньги и отсылали. Там была большая беда и урожая. Я не говорю о каждом дне. И этот Бога избранный народ оказался самым ненавистным. Бога убийцы. Бога распинатель. Господь говорит, князья у нее, у этого Израиля, как волки. А правители его губят души людей. А не ловят и душат их. А давайте мы все это экстраполируем, кажется, перенесем на сегодняшнее. Это наши. Наши руководители. Вчера, считая дорогой, один черный металлурдею, в храме нельзя его фамилию называть, прибыль была за один год в нашей бедной стране 6,5 миллиардов. Это не лишка. Доллар. В один год прибыль. Ни в одной стране мира этого нет. Такого расхищения. Это президент отдал на расхищение страну. Почему патриарх его не обречает, а целуется, стоит с ним, ухо целует. А ты шепнул бы ему на ухо, дорогой. Тебя отвечать придется убирать. Как умер сейчас первый президент, ему говорится, что его надо забивать, пишут газеты. Они похороны устраиваются к святому. Да мы не знаем, мы что-то перед смертью ездят на святые места. Последние минуты жизни Бог знает. Я говорю о том, что мы овцы. Но овцы, могущие обращать волков в обед, не убивать. Нам не дано это право. Я недавно смотрел фильм. Россия, нож в спине, в спину, в Россию. Россия с ножом в спине. Вот как. Все, что захватили евреи. Что в 36-м году в правительстве Советского Союза 82% было евреев. И конкретно по каким областям? Что делать? И призывают прямо, видно, к чему призывают. К уничтожению евреев и прочее. Я автору описал. Вы все люди хорошие. Выступают депутаты Государственной Думы. Генерал-полковый. Понятно, что это не лейтенант. Я говорю, вы к чему людей-то призываете? Мы снова будем хлебать кровь морями. У меня в гонор обратился еврей. Еврей. Наум Израилевич. И стал православным. И стал священником. У нас в стране 18 тысяч священников. Пусть через каждое, я бери ним. Через каждое священник, один еврей обратился, стали священником. Климат именицовок. С партией коммунистов надо бороться. 18 миллионов головорезов, ледоедов собрались в одно. Призывали к войне. Не надо. У меня в семье обратился племянник Суслова. Главного идеолога Советского Союза. И стал иеромонахом. Пусть через каждого священника обратится один коммунист и станет иеромонахом. Больше ничего не надо. Не надо. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что у меня произошло. Ты хочешь знать, как бороться с сектантами? А мы их худо, мало сегодня, 300 миллионов. В стране у нас много их. У меня в семья обращается человек. И с сектантов приходит. Заканчивает Духовную Академию. Благочинный не сельского округа. Отец Геннадий. Пусть через каждого священника один сектант придет, дело со священником. И секты исчезнут. Все. Нас задушило КГБ. У меня в дом обращается следующее КГБ. Дело со священником. Пусть через каждого придет один сотрудник КГБ. И все. Войны не надо. Я посылаю, как овец. Я одному не мстил, не угрожал. Это как я-то. Никто. Костноязычный. Я не проповедник. Проще сказать, пропагандить Библию, чтобы люди смотрели Слово Божие. Но я нигде не щелкнул зубами на власть. И ничего бы мне этого не было. Я просил одно только. Дайте нам свободно дышать. Свободно. И когда спрашивают, как вам мешало КГБ в эти годы. Никак. Так тебя же грабили несколько раз. Никак. Они меня сделали так известным. И все. Я благодарен Богу за гонение. Иначе негде было бы молиться. Я за это получил. А так. Путь овцы. Ты будешь благословенным. При молитвенции 1470 рублей. Не имеет остатка больших переходов. Нескуда ни рубля. Я ни разу не оголожу спать. Я жизнь свою доказал, что овцой можно прожить. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте тем, кто следует за ним. Пророк Сафоний 3-3 говорит, князья его, среди наводов, рыкающие львы. Судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Судьи, волки, вечерние. А вы не знаете, что судьи. Районный судья получает в месяц 53 тысячи. Пенсия идет 33 тысячи. Это прожиточный минимум ради. И отличие, чтобы не брали взятки. Они взятки брали 10 тысяч, сегодня берут полтора миллиона, чтобы покрылось. Власть не знает, как бороться. Я сказал, ставьте судьями только верующих. Пусть он будет баптист. Пусть будет мусульманин, буддист, но лишь бы верил, что за смертью есть суд Божий. Что за все придется отвечать. Нельзя ставить коммунистов, людей неверующих. Он безбожник. Ставьте на роль судей верующих. И все в стране сразу изменится. Мы знаем выход, где. Я тебе проблему, ты услышал. Примик сведения. Евангелие Матфея 7,15 говорит. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в обе одежде, а внутри суй волки хищные. А как узнать? Я иду по городу, со мной кто-то здоровается. Кто? Я начинаю беседовать. Явно, что верующий. Кто? Православный. Старый обрядец. Баптист. Я вам вам заметался. Еще два-три наводящих вопроса. Я абсолютно точно знаю, кто. И узнаю он откуда. Вот как узнавать. У нас лакмусовая бумажка. Иван, люди. И заговори. И я узнаю, кто ты. Ты только заговори. А вот тебе я, Сах. Деяние 20 глава 29 стих. Ибо я знаю, что под шествие моем войдут к вам лютые волки, нещадящие сказок. Вот возьмите нас сегодня сбросили и все. А было ли такое мировое историе? Я начитал жития 12 томов. Я их знаю. Такого не было. Наш епископ просто сбросил нас и ушел. Но то, что он для нас сделал доброго, тысячи крат больше. Это его право так сделать. Его право. И обнем, чтобы у нас никогда плохого слова не было. Благодаря его крылу мы состоялись как община, как деревня, как лагерь. Это все благодаря ему. Хотя он нам грозился отключить батюшку. Меня отключить, его запретить. У нас сейчас главная задача сохранить батюшку, чтобы он нигде не вынес. А если все-таки они его запретят на время, а так, а ну несправедливо, я буду служить, что не служил. Был один из прихожан. Дальше Бог усмотрит. Вот моя тактика такая. Так они несправедливые, они бывшие коммунисты попы. Не важно у нас все евреи, мы пока подчинимся. Пока. Мы будем терпеть, мы будем молиться. И как-то не понимают, как Бог это изменит. Нам сегодня, запомните, главное сохранить священника. И молиться Бог дает нам, пастырь, Господь. Сегодня на рубеже церковь, на пяти юридических церковях, нам есть куда пойти. Но мы никуда не пойдем. По крайней мере на сегодняшний день. Мы овцы, мы знаем великого пастыря души наших, спасителя Иисуса Христа. Иван Девис Матфея 5,1 говорит, блаженны, когда будут гнать вас. Трудно это. Когда сидишь хорошо, а вот тут приходят и сидят, то руки назад. И начинают в доме там чужие люди лазят. У меня девять с половиной часов в комнате на двенадцать квадратах обыск только шел. И где только трещина была в потолке, в потолке, в потолке, везде щупу толкали. В подполе все разрыли. Но из шести тайников у меня начали только три по сегодняшний день. Ничего не могли сделать они. Почему? А я стоял и молился, стоял и молился. А теперь, а теперь тот, кто главный по самым СНГБ делал, обыск, полковник, теперь пришел, все книги мои купил. Книги. Не просто купил, а читает. Я говорю, верите тому, что написано, говорит, это не то слово. Он сам участник, и его фамилия, имя там упоминается. Матфея 10.23. Будут гнать вас в одном городе. Видите, в другом. То есть гнать смертельный опад будет. Лука 21.12. Будут гнать вас и предавать синагогу, то есть церкву. Терпите. И многие будут убивать вас и будут думать, что этим служат Богу. Как та ордовица, которая принесла весь замку дров, Яну Гусу на костер. Она тоже думала, Богу служит. Но ее такое понятие было. Пророк 8.6.9 говорит, что главная наша опасность, как Батаус говорил, от епископов. Я никого не боюсь, кроме епископов. Сборище священников. Они на пути устрояют ловую овец. Это пророки говорят. Да как эти пророки могли быть терпимы в народе? Они не могли быть терпимы. Господь говорит о том, что многие они были побиты. Одному голову разбили, другого убили, перепилили, грязь бросили. Захария 11.5. Убивают и не наказано. И пастухи их не жалеют о них. Не о пастухах ведь речь-то идет. Мы должны молить Бога, чтобы из нас встали, и Господь восставил пастыря. Со старости нам дадут священника. Мы видели, что получается. Он начал что говорить? Давайте алтарь вытащим, давайте те реформы делать. Я ему говорю, тебя запретят. Ну и что? То есть ему пастырь не вызывает. Как же там? Да ты же пастырь. Тебе сохранить себя. А то Чапаев понимал. Пора же у пастыря рассеять столовцы. Мы рассеемся, как вороби по помойкам. Нам сохранить священника. Чтобы Бог дал здоровье ему, чтобы он устоял в истине, чтобы он не склонился в патриархию. Мы в патриархию входим уже, фактически. Но через стенок, повторяю, только через стенок. Мы благодатности никогда не отрицали. Иначе эти, они нас просто уничтожат. Только поэтому. Матфея 10, 28. И не бойтесь убивающих тела, ничего больше не могу, чем делать. Тут каждый день уходишь, посмотри на все, я больше не увижу. Вот эти красивые березки, я так привык к ним, я никогда не увижу. Когда меня везли на допрос, там маленький стаканчик и глазок. Я смотрю, думаю, отбегали ножники. Сколько я по лесу ходил. Ты каждый день прощайся. И скажи, ты дал, ты взял. Стой пужественно. И волки попятятся. Ты свидетельствуй всем. Евангелие Матфея 12, 5. И одних побили, а и других убили. То били, то убивали. Если их били и убивали, нам другого ожидать не надо. Мы чтим святых. Вот у нас иконы. Ты подойди к иконе, к любой иконе и скажи, а вот этот человек на иконе изображен, он как жил? Тихо, спокойно. Зато он говорит, если ты ищешь покоя, заодно это тебе гиены мало. Это мир, бушующее море. Мы бойцы. Это мертвая рыба течет по течению. Живая всегда против течения идет. Мы должны видеть, что совершается в мире. И давать жрительный свет Евангелия. Я посылаю. Ты не имеешь права сидеть на месте. Не в монастырьские стены. Такой против монастырей. Я говорю, в сегодняшнем виде. Монастырь был основан Христом на 10 дней. А через 10 дней, в день Пятидесятницы, он его распустил. И больше не надо. Почему? Потому что там ждут бесноватые. В горы Фавор надо сходить. У вас что, нет соседей неверующих? У вас с ними все в порядке? Работники у вас все верующие? Да ты каждый день свидетельствуй. А вот работники, они там такие, да они воруют неверующие. У нас работает в одном магазине верующие наши. И люди, которые клиенты приходят, если кто не знает, скажу, Никитина, 53, в городе Барнауле, спрашивают, помогите нам найти вот таких продавцов. Безмолвное свидетельство. Чтобы посмотрели на ваших детей и сказали, нам бы в школу таких ребятишек. Чтобы посмотрели на ваших невест и сказали, да, вот моему сыну бы такую невесту найти. Или моей дочери выросшей, вот такого, как вы, жениха найти. Почему? Он христианин. Мы опты. Призваны преображать этот мир. Я говорю Господу, неугодно, что мы засиделись на своих дрожжах. Он потрясает нас сегодня. То, что мы сегодня терпим, ни одна община за рубежом не терпит. Никто. Они вошли, которые согласились и все. А брошены вот так. На основе они, они такие же, как все. Они отпевали всех подряд. Любого христили. Наша община рождена от блага вести. Она этим необычна. У нас Библия стоит во главе всего. Вот она лежит на русском языке, может поцеловать. Может взять. Мы пропагандисты Библии. И Бог нас потрясает. Ведь у нас проповедуют, идут на свидетельство не больше 20%. А 80% еще мертвым грузом. Ты мне звони, каждый день у тебя машина. Чем могу быть полезен? Это твое свидетельство. Ты сам, определи свой талант. Ты думаешь, ты живешь и так спокойно умрешь и все. Да ты себя не знаешь. Работники научного суда определили, что у человека среднего потенциала используется 3%, что в него заложено. 97% зарыто. Так и не разница осталась. Господь скажет, талант-то закопанный был дрожок. А как его умножить? И дети, и сейте. И люди будут приобретаться. Без семени в мире ничто не рождается. Смотрите, как сейчас поля в карьерахе-то как распахать апостольским языком. Так а надо поливать плащ, полей слезами. А семя? Семя Библия. Ты каждому найди слово. Приведи его к ногам Христа. А он не придет. Ты награды не потеряешь за того, что он говорит. И вот сегодня мы слышим этот призыв Христа. Истинная радость даруется только тем, которые услышат его. И пойдут, и будут благовестниками. 16 лет нас Господь хранил. Не будете распространять Слово Божие, Господь вас рассеет. Сегодня уезжай те, которые здесь терпели с вами великую муку. Они не благовестники. Им занятия были не нужны. Им медаль надо выдать за то, что они столько лет нас терпели здесь. Бог пошлет новых слушателей. Мы знаем города, как Варшава, разбомбленные снова, восставали из пепла, как Москва. Потеряевка может сегодня умереть, и завтра может воскреснуть. И мы не знаем, что она должна 10 тысяч человек или 10 человек. Она начиналась с палатки. Но у нас уже статус. И поэтому надо молиться не о количестве людей в Потеряевке, а о количестве овец в Потеряевке. Среди вас были здесь волки и будут, если вы не будете молиться. И они вас всех уничтожат. Свои же, не чужие. Итак, молитва наша о том, чтобы нам самим быть живым пятым Евангелием. Аминь. 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 Продолжение следует...